а кроме кроме сырников что ты еще любишь готовить какое твое коронное блюдо которое ты делаешь своим друзьям дорадо в соли что это такое это рыба которую я готовлю по индивидуальному такому рецепту который я первый раз увидел когда готовят в одном из ресторанов в москве принесли дораду полностью покрытую солью ее поджигают наливает спирт на поджигают после чего снимает соль и получается достаточно не соленая правильно просоленная рыба ну вот как бы я посмотрел там видео инструкцию в интернете приготовил ну моим друзьям понравилось сказали что очень вкусно опять же говорю я исхожу из статистики если по опросам получается что люди говорят что вкусно видимо я все-таки умею готовить ты наделали с душой просто да с любовью а больше ты ешь дома или в ресторанах как кафе по времени просто физически получается так что даже обеденное время это время моей работы потому что получается что у меня деловой ужин или деловой обед ольга попробуйте это достаточно более не подведи на задача сделать форму которую ты хочешь ведь у тебя получил куда сердечко сделать сердечко да можно сделать и сердечко да сколько минут жарим до корочки да когда корочка жарим на медленном огне для того чтобы сковородку нагреваем до этого сковородку нагреваем жарен на медленном огне потому что задача в том чтобы наш пончик наша гергулетка прожарилась изнутри приготовилась и было съедобно так будет правильно вот по мере готовности мы видим здесь появляется корочка нужно успеть перевернуть ольга это вот ваш как раз пончик в виде сердца да он что-то напоминает 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 сердечко какие мечты из детства воплотил в жизни сегодняшний день были такие мечты игрушка мечты жить жить одному то есть дайте мечтал жить один да и без до без родителей мечтал вот жить один вот я смог осуществить когда мне было 22 года осуществить свою мечту переехал в собственную квартиру это наверное одно из таких нет у меня очень хорошее отношение с мамой я очень люблю у меня отца нету он умер 18 лет назад мы с ней очень хороших отношениях вчера перед тем как вы перед пришли она мне тут помогла рассказала некоторые нюансы которые нужно обязательно учесть приготовки вот я надеюсь что ее советы не пропадут даром я учился чего что резком лицея где у нас значительная часть времени мы изучали чувашский язык знаю правда я литературный чувашский по книжкам иногда бывает сложно понять когда говорят на обычном разговорном диалекте но тем не менее у меня иногда получается их понимать и даже я вступаю в диалог с людьми на чувашском языке и понимаю у меня еще проще потому что чувашский язык является языком тюркской группы а тюркской группы это в том числе татарский язык турецкий который я тоже знаю вот и благодаря вот единым правилам я логически понимаю о чем говорят и пытаясь говорить о том я вот на одном из мероприятий проводимых вами данила в частности наступал как раз начала речь на чувашском языке ну я как бы стараюсь почаще говорить на чувашском языке вообще очень красивый язык недавно видел клип ваш совместный мне очень понравился прям я увидел да очень такая прогрессивная вот вы говорите какая музыка вам нравится мне очень нравится современная музыка и вот то что вы сегодня используете своих клипах своему свои в своем творчестве такую современную музыку наверное это очень приятно вот поэтому я вас поздравляю я уверен что ждет успех ваш клип ваше совместное творчество и расскажи пожалуйста вот возвращаясь к теме языках как ты думаешь почему наша чувашская молодежь говорит в основном на русском языке и многие я не побоюсь даже стесняются чувашского языка даже те которые хорошо знают и умеют говорить они говорят на русском языке больше и на самом деле как бы не могу как-то это прокомментировать потому что ни разу такого не слышал вот я сам говорю то есть для меня приятно разговаривать на чувашском языке возможно через пять лет когда мы с вами встретимся еще раз да и когда я расскажу вам что наконец я переселил всех жителей богданки в новое комфортное жилье я к этому моменту еще лучше выучить у вас языке мы с вами проведем нашу встречу уже на чувашском языке вот я не могу это как-то прокомментировать я считаю что каждый человек проживающий на территории чувашской республики вне зависимости от национальности и про свое происхождение должен знать чувашский язык он обязан это знать наши пончики почти готовы да они такого цвета и должны быть то есть это они не пригорели они да я завариваю чай на самом деле он не какой-то особенный это смесь крупно листового и мелко листового чая рекламировать не буду марку но тем не менее чай достаточно хороший я к этому вопросу подхожу очень щепетильно потому что чай он должен бодрить и вызывать приятные ощущения заварим его в таком чайнике фарфоровом чайнике что же я от нашей гир гулетки правильно говорю да готовы отправляемся за стол друзья всем приятного аппетита итак добавляем сгущенки дорогие друзья и начинаем пробовать оля давайте вы первое сколько баллов вы поставите ильясу за такой чудесный завтрак по пятибалльной системе так ваше впечатление оля сладко ну ладно спасибо теперь твоя оценка данил да моя так ну что лет я тебя поздравляю я ставлю тебе 400 плюсом ты хорошо готовишь но просто вас какие-то не слишком красивые получились но очень вкусно на самом деле спасибо спасибо действительно очень вкусно илья справился и я скажи пожалуйста что ты можешь пожелать нашим телезрителям как должно начинаться их утро твои пожелания им на день ну конечно же утро должно начинаться хорошего настроения вообще если верить в то что у тебя в этот день произойдет что-то хорошее то она обязательно произойдет и лучше эту веру вселять себя именно утром особенно когда есть дорогие друзья рядом и хороший завтрак желаю всем телезрителям жителям города чебоксары хорошего настроения счастья удачи добра спасибо я что позвал в это утро нас к себе в гости спасибо приходите еще огромное спасибо ильясу за такой прекрасный рецепт я думаю многие чебоксарские домохозяйки воспользуются этим рецептом августа вы как считаете кто готовит лучше и вкуснее мужчина или женщина что же мужчины об этом все знают до 100 процентов до 100 процентов даже 200 да потому что они ничего не жалеют все что холодильнике все они кладут а есть продукты такие которые вы вообще не употребляете да я не знаю вообще-то всеядная вы даже не представляете все что мне поставили я все кушаю ясно как же у вас получается держать себя в такой прекрасной форме может быть вы посещаете спортзал ольга о чем вы говорите вы попробуйте в том времени нет конечно попробуйте жить в таком темпе жить как я я с утра до вечера работаю в университете также веду передачу на национальном телевидении у меня концерт и вы даже не представляете я я среди недели я готовить не успеваю бегом бегом нашусь сегодня зашел в яндекс и набрал там топовые артисты чуваши и на первом месте там августа уляндина и написано самая дорогая артистка это так так данила конечно сколько стоит ваше выступление скажите пожалуйста это все конфиденциально вы на первом месте потом там стас владимир сергей павлов и остальные это достойно я думаю спасибо то есть не любой человек может вас пригласить на свой корпоратив только состоятельный человек да нет почему же я вообще-то очень люблю народ я должна для них петь мы можем и договориться я для кого-то я могу вы знаете я вот я знаю что у человека нет денег я просто приду и спою у вас нет такого что на свадьбах я не пою на юбилеях я не пою я народная артистка поэтому я пою только на концерт даниила когда я начинала работать и вообще в советском союзе помните наверное это был не принято было рестораны певцы уже ну как бы не ценились так скажем но сейчас времена изменились все выступают все поют в принципе сейчас эти корпоративы стали проходить настолько на достойном уровне почему бы и не прийти и не спеть мы поем везде и всюду будет а сейчас мне кажется больше оплачивается чем концертная совершенно верно есть конечно и такая сторона что тут уж скрывать поэтому ну вот так вот данила если у вас человек кумир у которого вы очень многому научились расскажите пожалуйста да августа сама кумир но многие вас сравнивают с пелагеи мне кажется да они и надежды бабкины и сравнивают но она старше но она старше да ну так папа по творческим каким-то данным сейчас именно про кумира спросили именно в творчестве творчестве я имею ввиду учитель нет конечно же уме я учусь и у пелагея у бабкиной так скажем все таки народном плане они работают но мой кумир это конечно же мой педагог профессор нижегородской консерватории заслуженная артистка россии татьяна алексеевна кошелева которая из меня вот сделала вот такую на сегодняшний день которая поставила мне голос который привела любовь к народной песни и привела любив любовь к вкусу так скажем она все таки на первом месте а потом уже после когда я уже стала развиваться конечно же я на российскую эстраду смотрю кто там как состоялся то же время не только в народном направлении я всех люблю персоналов обычно если человек растет развивается он должен учиться у многих вкрапливая в себя у этого одно у другого что-то другое давить там звуковедение дыхание манера исполнения мне вся музыка нравится и джаз и рок и попса так скажем и в целом мне это все хочется собрать вот в себя все в целом вся хорошая и профессиональная музыка я даже знаю что вы были на мастере классе на мастер-классе у надежды бабкиной кстати да было она же когда приезжала три четыре года тому назад хотя она в этом году тоже была я в этом году не попала да она своим коллективом в институте культуры показывала мастер-класс это было просто здорово вы знаете коллективом заниматься руководить каждый голос выровнять и ансамбль поет как одно единое целое без какой-либо фонограммы но это вообще высший пилотов конечно вот этому нужно и научиться августа все вас считают талантливой скажите пожалуйста вы считаете себя талантливой какая какой я талант а кстати по поводу таланта хочу сказать талант бывает на уровне гения талант бывает просто такой на уровне ремесла так скажем я вот себя не могу куда-либо отнести какой я гений какой я талант я просто ремесленник я работаю я тружусь я учусь на данный момент вы поете сольные руководите группой ерды а есть еще какие-нибудь проекты в плане в будущем а проекты есть пока все не будешь вы станете продюсером мальчишей группы какой-нибудь возможно ой сколько мне еще много жить поэтому все еще может случиться в принципе секрет раскрывать надо до следующей передачи вы же меня еще будете приглашать через полгода через год вот у меня что-то изменится пока вот на данном этапе мы остановимся а почему про мою группу не спрашивайте почему ярды ярды это как раз был следующий вопрос почему так называется вообще что значит название что значит слова ярды а вообще-то ярды это фамилия вы слышали такую фамилию вообще но ваше поколение наверное не знает вот нынешнее молодое поколение а вот те люди которые чуть постарше так скажем это фамилия ярды был чемпионом мира по велогонкам валерий ярды мой родня моя мама девичьей фамилии ярды мой дед ярды и я так вот села у меня фамилию самой уляндина так хотела взять ярды как-то когда-то фамилию себе да но потом думаю нет но все-таки наверное уляндин уже оставлю вот моя мечта воплотилась мы хотим музыки быть чемпионами впереди идти показать пример и поэтому решили ярды назвать хотя это очень такое языческая фамилия все секреты не буду раскрывать это уже следующий передачи прервем нашу беседу и посмотрим следующий музыкальный клип а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Августа, как вы воспринимаете критику в свой адрес и бывает ли вообще такое? Ольга, я, наверное, с самого начала творческого пути, наверное, тот человек, которого все время ругают, критикуют. Добро пожаловать на наш канал! 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 Нет, 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 это очень даже здорово, потому что новое направление появилось, это вот в моем, наверное, скорее всего, в лице, так скажем, а потом по поводу костюмов. Вы же видите на концерте, на сцене, в чем я выхожу? Ну, я немножечко устала от красного и белого цвета, но не могу смотреть, ну мы уже не в лаптях ходим, мы уже не на телеве. Ну, вы тогда позволяете себе и в джинсах, но в то же время так поддерживаете чувашский калорий. Конечно, это, во-первых, эстрада с элементами народного творчества. Да, конечно, я маленькие элементы туда прикрепляю, так скажем, и поэтому получается новый вид творчества. А тем не менее, вот сейчас последний костюм. Вы последний костюм видели же на вашем проекте. Катя Тонюшкина, есть шикарный художник-дизайнер, который с нами очень так вплотную занимается. Вот она нам сейчас новый костюм придумала. Семь разных костюмов, но это все в ансамбле смотрится. Я выставила в интернете на своей страничке и в моем мире, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках. Вы даже не представляете столько комментариев, лайков. Да, совершенно верно. Кто-то меня просто-напросто убивал, критиковал, говорил, что это полное безобразие. Кто-то защищал, говорил, что это вот так-то, вот так-то. И я слушала сто голов, сто мнений, сто умов говорят, да ведь? И поэтому мне это очень интересно. Значит, не говорят о том человеке, который ничего не делает. Да я тоже так считаю, что хорошо, когда говорят. Поэтому я имею право и ошибаться. У меня тоже бывают, конечно же, ошибки. Где-то на самом деле не получилось. И песни, может быть, и костюм. Ничего страшного, я этого не боюсь. Вот время поисков и экспериментов. Поэтому я всегда экспериментирую. А кто вообще все оплачивает, вот эти вот костюмы? Вы сами, да? Мы сами. Мы сами. Я, кстати, вы заметили, что я никогда не жалуюсь на жизнь. Я говорю, я самая успешная, я самая такая. Что вам жаловаться? Красивая, талантливая, известная, публичная. Отличный муж, что вам жаловаться? И самое главное, самое главное, в творчестве, вот кто не вращается в этом кругу, вы сами знаете, сколько нужно много денег вкладывать, во-первых, на песни, на клипы, на костюмы. Иной раз, мне кажется, я только на свой имидж только и работаю. Но об этом я нисколько не жалею, на самом деле. Я не жалею денег на клипы, на хорошую песню, на костюмы. Если ты будешь жалеть, то ничего из этого не выйдет. Не будет развития. Конечно, со временем это все равно окупится, а костюмы, это знаете, пол-дела, даже 70%, пусть голос хороший. Ты вышла, у тебя внешний вид никакой, нет абсолютно, начиная с головы и до обуви. И обувь должна быть идеальной, она должна быть вот просто в купе, в ансамбле. И только тогда ты самый настоящий артист. Аугуст, скажите, пожалуйста, ваш фирменный девиз, по какому девизу вы идете по жизни? Я не останавливаюсь, я все время учусь. Учусь. Я по сей день учусь. Учиться, учиться, учиться. Да, как сказал Великой Ленин. И трудиться, конечно же. Да. Августа, скажите, пожалуйста, сколько песен в вашем репертуаре? Кстати, не так уж много, может быть. А то некоторые говорят 500, 600, да, бывает же такое. Я не могу сказать, их очень достаточно, очень много русского репертуара. Я не только на чуварских песнях останавливаюсь, очень люблю русские песни. Ну, чуварские все вы мои песни знаете, хотя не все. Потому что я пою... Шопчик Сэм, а нет, постоянно в наушниках слушаю. Айдергер Зэмберман, а может до бесконечности перечислять на самом деле. Шопчик Сэм, который я исполняю для зарабатывания денег, люди, которые я выношу на сцену. То, что окупается для зрителей. Есть еще такой зритель, так скажем, интеллигенция, который ходит на мои концерты, где звучат романсы, баллады, авторские песни. Исполнение именно под живой инструмент, так скажем. Это совершенно другой пласт. Это уже совершенно другие зрители. Поэтому у меня репертуар очень большой. А сколько мы со студентами поем? Какой репертуар только не подбираем. За пять лет учебы, за пять лет учебы, они в год проходят 12 песен. Казалось бы, это совсем мало. Но мы эти песни оттачиваем, вытягиваем ноты, ставим на дыхание. И в результате, получается, у меня в голове столько много информации и столько много песен. В принципе, я вживу вот, ну, вот в музыке. А у вас есть дуэты? Кстати, нет. Давно не было. А хотелось бы записать? Сейчас все по порядку. Когда на начальном этапе своего творчества с Александром Сосоновым мы работали в ансамбле «Чевашьень». И мы с ним сделали четыре дуэта. Он профессиональный певец. И так сложилось, что у нас получилось. Хотя голоса, кстати, не сливались. Но мы из ничего слепили, что-то сделали. И потом после... Тогда же, в тот период, с Сергеем Павловым у нас был один дуэт. Так как мы работаем, ну, получается, что концертная деятельность никак не совмещается. Он в другом направлении, я в другом направлении, так скажем. Поэтому у меня почему-то дуэтов не стало. Кто-то мне даже и предлагал, и сама. Я вот так вот смотрю, с кем я могу петь. А ведь если дуэт сделать, то это же нужно совместно все время работать. Поэтому у меня вот своя команда, у меня большой ансамбль, ансамблевое пение. Пока нет. Август, скажите, пожалуйста, вы делаете зарядку? Да, вообще-то делаю. Значит, спортом все-таки в какой-то мере занимаюсь? Ну, немножечко, да. Во-первых, вот целенаправленно не занимаюсь. Когда вот долгая поездка, я выхожу с машины, вот все застыло. Да, я немножко так вот, немножко себя разминаю. Даже в классе на уроке сижу, очень много приходится и сидеть, и вставать. Я так, девочки, встали, быстренько занимаемся зарядкой. Мы, на самом деле, присядкой. Так вот, просто немножко. Ну, а прямо сейчас предлагаю сделать зарядку с президентом Федерации современных танцев и чейр-лизинга Чувашской Республики и руководителем танцевальной студии Ронда Валентиной Петровой.